Дима Дьячков отправился в библиотеку узнать, неужели брать книги больше не модно. Дима, доброе утро! Доброе утро, Дима! Ребят, ну это не совсем так. Библиотеки, как и раньше, занимаются функцией просвещения. Правда, сейчас они осваивают новый формат, например, такие, как кинопоказы. Вот, например, на Пионерской, Правда, 3А в Краевой молодежной библиотеке есть самый настоящий кинозал. Ну а о нем мы поговорим позже, а сейчас с Анастасией Гуровой, главным библиотекарем, мы поговорим о других площадках, которые представлены вообще в городе, о филиалах Красноярской, Краевой молодежной библиотеки. Анастасия, доброе утро! Доброе утро! Расскажите, какие площадки еще летом будут, ну, возможно, будет посетить молодежи, чтобы, ну, не заскучать? Да, действительно, Красноярская, Краевая молодежная библиотека летом не уходит на каникулы. Мы продолжаем работать для наших читателей не только здесь, в стенах библиотеки, но и за ее пределами. И уже завтра, 16 июня, открывается наша летняя библиотечная площадка «Библиотека без стены границ». В 12.00 на площади возле Дворца труда и согласия все желающие смогут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте «Придумай и нарисуй новую обложку любимой книги». Также мы приглашаем молодые семьи с детьми принять участие в постановках известных сказок, переделанных на новый современный лад. То есть любой человек, который придет, сможет поучаствовать в постановках? Конечно, да. Просто это сплошная импровизация, будет очень весело и интересно. А в 13.30 мы приглашаем всех на интерактивную программу, которая пройдет в нашей библиотеке на Щерса 46. Там все желающие, ценители книги смогут сразиться на литературном ринге, в литературных знаниях и начитанности. Также все смогут принять участие в турнире по настольной игре «Красноярск» и «100 городов мира». Здесь вы совершите увлекательное, воображаемое путешествие не только по достопримечательностям и знаковым местам своего родного города, но и разных городов мира. Также сможете разгадать киноворд и погрузиться в увлекательный мир кинематографа. Ну, я так понимаю, что специально распределили по времени, чтобы можно было успеть везде. То есть можно устроить прям целый библиотечный день, 16 июня, завтра, да? А еще раз, откуда начинаем? Начинаем на площади возле Дворца Труда и Согласия, перемещаемся на Щерса 46, а затем на Пионерской правде 3А. Здесь у нас состоится кинопоказ. Спасибо, Анастасия, большое. Ну, а я хотел бы заострить внимание на том, что здесь на Пионерской правде 3А находится самый настоящий кинозал, о котором мы тоже подробнее поговорим с Ольгой Бульц, заведующей отделом литературы и по искусству. Ольга, я к вам подсяду прямо вот сюда на второй ряд. Ой, подушки какие мягкие. Скажите, Ольга, вот здесь самый настоящий кинозал, и сюда может прийти любой посмотреть кино? Или вот как это все происходит? Да, конечно, любой молодой человек, да и не очень молодой, но молодой душой, может к нам прийти и посмотреть кинофильм. Вернее, посмотреть самые яркие какие-то отрывки из кинофильмов. Репертуар кинозала у нас сформировался самой молодежью. То есть было голосование, и они именно выбирали те фильмы, которые они хотят обсудить, отрывки которых хотят посмотреть компания. А я так понимаю, что 16-го числа тоже здесь будет завтра какой-то кинопогаз особенный. Это правда? Да. Мы решили начать с такой вот анимационной корейской сказки «Девочка-лисичка». Почему мы ее выбрали? Это философская сказка с глубоким содержанием, но в такой яркой современной форме, замечательной графикой. И именно анимация восточная, она очень сейчас у молодежи популярна. Поэтому как бы выбрали совместно вот этот фильм. Я так понимаю, вот он сейчас идет на телеэкране. Ну, очень интересно, действительно. А вот скажите, вот как это сочетать? Вот библиотека, кинопоказы, все-таки правда ли, что меньше стали читать? Или наоборот, это просто для привлечения внимания молодежи? Вот существуют такие кинопоказы для просвещения? Конечно же, кинопоказы у нас как привлечение к чтению. Ведь даже мы смотрим этот восточный фильм, мы начинаем чем интересоваться? Восточной мифологией, ведь он снят по корейским анимационным мифам. То есть молодежь обращается к первоисточникам. Это очень важно, как раз это наша цель. Спасибо, Ольга, большое. Ну, я всех зову на библиотечный день. Посещайте библиотеки, читайте книги, смотрите анимационный фильм, интересуйтесь мифологией. Ну и, конечно, оставайтесь вместе с утром на Енисеи.